Друзья, очередной анализ автомобильного рынка, что происходит весной 2023 года, а именно в марте Ну что, с автомобильным рынком все хорошо? Все? Все очень? Хорошо А теперь давайте без шуток поговорим о состоянии автомобильного рынка весной 2023 года Сейчас мая 2023 года, то есть это будет актуально на конец весны, начало лета этого года Итак, что же с автомобильным рынком, какие сейчас цены на автомобили новые, в том числе с пробегом, есть ли какие-то подвижки и в какую сторону Последнее у меня видео было где-то в конце зимы, начале весны этого года И я предупреждал, что тот период был холодный для продаж, он всегда является холодным для продаж до конца февраля, любой зимы В том числе курс рубля, он только начал падать, то есть доллар начал расти И рынок имел состояние более-менее, немного даже сказать, адекватных цен на некоторые марки То есть можно было подобрать по неплохой цене автомобиль, в том числе с пробегом, в том числе и новый И мы видели, что новые автомобили в течение всего периода 2022 года и начала 2023 года снижались по цене А рынок подержанных автомобилей не сильно изменялся, но не было какого-то скачкообразного роста Я говорил, что в принципе тот период был неплохой для рассмотрения покупки автомобиля Цены, конечно, высокие, но что делать, если менять, в том числе, если вы продаете свой автомобиль на нынешнем рынке Все-таки в какой-то степени вы нивелируете покупку, стоимость более высокой покупки нового автомобиля Потому что продаете дороже, в том числе, свой старый автомобиль И что же случилось в конце весны? Мы видели, что на протяжении всей весны курс рубля падал по отношению к валютам И евро, и доллар росли Соответственно, привозить автомобили из-за границы становилось все невыгоднее и невыгоднее Я подразумевал, что, возможно, продавцы будут нивелировать своей маржой То есть не будут слишком сильно повышать цены, а будут просто снижать свою прибыль В какой-то степени, наверное, так и сработало Может быть, кто-то взял ожидающий период Но, как я понял, что активного привоза новых автомобилей Ну, как новых, относительно, то есть из-за границы автомобилей новых поставок особо не было И так, в принципе, довольно-таки много завезли автомобилей И на рынке было, что купить В том числе была даже небольшая какая-то конкуренция А что же произошло с ценами? Итак, если мы возьмем автомобили с пробегом Начнем с них Например, я видел стабильный рост, начиная с февраля В период всей весны Причем он был даже, можно сказать, скачкообразным Например, мы возьмем, давайте, Мерседесы Итак, на Мерседес Е-Купе цены подросли Причем за автомобиль в хорошем таком состоянии Технические цены выросли где-то порядка, наверное, на 200 тысяч Я говорю про автомобили До рестайлинга, вот такого, 12-11 года Вот автомобиль в хорошем состоянии Например, Е-Купе Я автомобили продаю Я анализировал этот рынок Я видел, что если средний чек продажи автомобилей Е-Купе На конец зимы был где-то 1,1 Ну, 1,2 То есть, конечно, и дороже автомобили продавались, и дешевле Но вот средний чек я вот проанализировал, закладки делал Они вот продавались в этом диапазоне 1,1-1,2 миллиона То к концу марта и в апреле Машины очень хорошо расходились По ценам 1,5 миллиона Свыше 1,5 миллиона 1,4, 1,390 Вот такие цены То есть, вот средний чек 1,4 миллиона Прямо вот машины очень хорошо разошлись Мы как подразумеваем, что это автомобили В довольно-таки хорошем были техническом состоянии Потому что на рынке до сих пор висят автомобили По миллиону Е-Купе Но, знаю, и подбирая свой автомобиль в свое время Продаются такие автомобили Которые вы даже не захотите брать за 800 и 700 тысяч То есть, понимая, что вы покупаете И столько денег нужно будет вложить Чтобы он хоть как-то прилично выглядел Такая ситуация и с ML-ками Анализируя и смотря Объявления мне попадались Я обратил внимание, что ценник на ML тоже вырос И хорошие машины уже в апреле Вот такие вот приятные машины Которые действительно захочешь рассмотреть покупки Это ML 2012 года тоже, например Стоили по 2,5 миллионов рублей Хорошая машина в прошлом году Так, в 2022 в апреле Так тоже стоили После событий февраля 2022 года Когда тоже рынок вскочил Вырос очень сильно Когда очень сильно упал рубль Весной того года Рынок автомобилей очень сильно вырос В том числе Это сказалось и на рынке поддержанных автомобилей Хорошие машины стоили 2,5 2012 года 2,8 кто-то продавал То есть, вот хорошие машины, которые захочешь взять Самое интересное Что я сейчас тоже проанализировал рынок И поискал, какие машины продаются И обратил внимание Что некоторые объявления до сих пор висят Они и тогда недорого стоили Правда, цены на них тоже поднимали Ценник изменялся на этом автомобиле Но я увидел один автомобиль Он, по-моему, какой-то серо-голубого цвета Он до сих пор продается То есть, он продается 2 или 3 года уже Ну, ладно 3 года, наверное, я перебрал Слишком А вот больше года он точно Потому что я видел, что он продавался Еще в начале 2022 года И мне кажется, в конце 2021 года Продавалась эта ML До сих пор продается Мы понимаем, что, видимо, состояние машины такое Хотя ценник, по-моему, на нее где-то 1,8 миллиона Ценник Ну, то есть, состояние видеомашины такое Что до сих пор этот автомобиль не купили Я буду говорить про ML Дизельные и бензиновые То есть, мы понимаем, М276 И дизельные с ОМ641 Я посмотрел, что приличные автомобили Более-менее хорошие комплектации Стоят где-то 2,2 сейчас миллиона 2,4 Я сейчас чуть-чуть подниму свои записи Да, 2,2, 2,4 миллиона В простых комплектациях Ну, возможно Возможно, вы захотите их купить Я постарался по пробегу Как-то сделать подборку Ну, что там можно поискать в районе 2 миллионов Цены есть и за 1,7 Но часто бывает так Что вот автомобили в таком самом низком диапазоне Это, знаете, как в помойке ковыряться Конечно, можно что-то выбрать Что-то найти Какую-нибудь вкусненькую конфетку Которую чуть-чуть вот вроде ее Только чуть-чуть пожевали и выплюнули Но вот прям конфетичи очень сложные Прямо Но просто в таком Как правило, даже испачкаешь руки Когда вот будешь эту конфетку искать Какая ситуация с другими машинами? Я решил также посмотреть по рынку Например, на Nissan Murano Потому что мы тоже подбирали его В начале 2022 года Машины хорошие стоили Как хорошие? Мы смотрели, выбирали За 3 миллиона тоже Легко было купить машину, например И чуть ниже 3 миллионов Там было очень много битого хлама Тотальных машин Ну, такие более-менее живые С нормальным пробегом Там хотя бы до 70 тысяч километров И вот приличные машины Стоили в районе 3 миллионов рублей Насколько я помню Сейчас я сделал небольшую выборку Мне показалось, что за 2,5 миллиона 2017 года Murano можно взять Вроде вот так приятную Но опять же, это нужно прямо приезжать Проверять Может быть, я ошибаюсь Может быть, за 2,5 миллиона хлам Но мне показалось, что За 2,5 более-менее нормальные Murano Можно взять Есть цены и ниже Но там нужно просто уже действительно Проверять досконально машину Потому что мы понимаем Что там от 2, 2 и 3 Что-то начинается Но это прямо не с рынка Это опять же нужно Испачкать руки Давайте поговорим Про немецкую тройку Автомобилей 2020 года Я не буду сейчас вспоминать Цены весной 2022 года На эти автомобили Просто я не помню И не делал аналитику Но вот делал аналитику Например, в начале этого года В конце прошлого года И, в принципе, цены Я представляю на эти автомобили В том числе наши знакомые Покупали такие автомобили Итак, сейчас Чтобы купить GLE Coupé 2020 года Дизельную Вам нужно потратить В районе 8,2 миллионов рублей И к шестой Вот я как раз анализировал рынок И к шестой мне казались Где-то раньше стоили Даже чуть некоторые дороже GLE Coupé 2020 года машина Сейчас Ценник начинается По-моему, от 7600 Но это странные машины В странных автосалонах И нужно выяснять Часто бывает, что ценник указывает Ты приезжаешь на место Тебе говорят А тебе еще нужно Это была цена с кучей скидок А вот если ты хочешь купить Заплати там плюс миллион Таких цен, кстати, очень много Вы сами можете обратить внимание Просто кто-то открыто это пишет Кто-то скрывает Что это цена С учетом трэдина С учетом страховок С учетом кредита И еще дополнительных бонусов Всяких бонусов Всякие помощи на дороге И так далее И в общий счете Вы на самом деле Даже переплачиваете Как бы этими скидками За автомобиль Так вот Более-менее живые X6 Более-менее хорошая комплектация Начинается от 8,3 миллиона В принципе, где-то за эти деньги Мы и выставили свой X6 Который Очень приятная комплектация И состояние Q8 20-го года Дизельные машины Можно подобрать С нормальным пробегами Я не говорю, конечно Ни про ГЛЕ-купе Ни про X6 Ни про Q8 Я не говорю машины Там с пробегами 200 тысяч километров 140 и так далее Мы говорим про живые машины Мы говорим про живые машины Хотя бы там пробег До 60 тысяч километров Вот Q8 Можно подобрать За 7,5 миллионов Вроде бы Есть такие варианты Нужно их смотреть То есть получается Кроме 6 с Q8 Здесь ничего удивительного нет Что на GLE И X6 Дороже Хотя Ну вот Не знаю Может быть я даже Q8 Предпочтел бы После обзора Своего GLE-купе Вот Но Q8 Дешевле А что же с рынком Новых автомобилей И вот здесь интересно Смотрите Цены на X6 Новые Начинаются Ну это машина Сейчас я буду ценно говорить Скорее всего На машины 2022 года В основном Цены опубликованы Но на рынке уже есть Машины 2023 года Это 100% проверенная информация Вот честно говорю Причем сейчас Помимо того Что машины новые Привозят как физики Уже привозят Так же как юрики Я не знаю точно Привозили ли все Как юрики Но я анализировал рынок Обзванивал Например Я позвонил В Porsche Мне сказали По-моему Это Porsche Какой же это Точно сейчас не скажу Какой именно автосалон Но у них все машины Привезенные физиками И если вы хотите Купить автомобиль На компанию с НДС Цена возрастает На 20% То есть там были Например Каены за По-моему Один с чем-то миллионов Хочешь купить Каен с НДС Тринадцать с чем-то Имейте в виду Что автомобили Привезенные физиками Если вы хотите Купить на компанию Вам нужно еще Набавить НДС Выгоды в лизинг Покупать Практически Полностью Отпадает Ну да Вы можете там На налогах вроде Как сэкономить Если особенно У вас общая система Если НДС В любом случае Будет общая система 20% Амортизировать машину Но получается Что нужно узнавать Переплата за лизинг Какая И возможно Нет вообще никакой выгоды Но Как я сказал Что машина уже Привозят юридическими лицами И например Ауди Точно Ку-8 Там В районе 13 миллионов 12 с чем-то Можно купить С НДС В средней Такой комплектации Итак Цены На ИК-6 От 12 миллионов За 2022 год Это дизельная машина 276 лошадиных сил Но в отличие Например от российской Которой 249 лошадиных сил Которой я сейчас сижу Это уже по-моему Мидл гибрид То есть Это с небольшим Аккумулятором дополнительным 40 вольтный 48 вольтная система Конечно Автомобиль интереснее Но Мы понимаем Что налог Включая налог на роскошь Будет такой Внушительный Давайте ладно Сначала пройдемся По одному классу автомобилей Ку-8 2022 года Машина Тоже Мощность 286 лошадиных сил Тоже Такой Легкий гибрид Стоит От 10 миллионов 200 тысяч рублей Ну и как понимаем Что это такие Простенькие версии Это модель 50 ТДАй То есть Как раз 286 лошадиных сил ГЛЕ 400 Д То есть 400 дизель 330 лошадиных сил Правда в нем Двигатель Ну по надежности Так себе Начинается От 11700 И если мы Вспоминаем Зиму Цены Практически Не изменилось Не сказалось Повышение Курса валют На стоимости Этих автомобилей То есть Мы понимаем Либо просто Люди пытаются Вытащить маржу И получить ее в рублях В том эквиваленте Которые они хотели Получить именно в рублях Либо люди По соотношению Соответственно Маржи В валюте Решили ее принизить Но продать Эти автомобили Тем более Они 2022 года А надо сейчас Завозить 2023 года И они кстати Заводятся Эти автомобили А что например С более низкими Среднеразмерными Кроссоверами X3 Q5 И GLC X3 2 литра дизель Стоит от 7,9 миллионов рублей Q5 2 литра дизель В том числе Есть и бензиновые Стоит 7,5-8 миллионов рублей Вот такие цены Начинаются GLC 2 литровые Но здесь Есть машины 2022 По-моему Есть 2022 Но есть Новая модель И есть Предыдущая модель И все они стоят От 8,2 миллионов рублей Причем Я посмотрел По объявлению И по фоткам Видно что Эти машины В Москве Нового поколения Вот Также есть Альфа Ромео С Тильвию От По-моему 7 миллионов рублей Кстати Очень хороший вариант Я бы его Очень даже Рекомендовал К рассмотрению И дешевле И интереснее Машина в чем Все машины Конечно же Лишены гарантии Ни о какой гарантии Речи не идет Но есть Какие-то положительные моменты Как я говорил Что нужно узнавать Где-то есть цены с НДС Где-то Цены без НДС Если вы купите На машину На компанию Вы соответственно Сможете Как хотя бы Какую-то сумму Самортизировать Через налоги И Получить какую-то выгоду Ну в том числе Если у вас НДС Система налогообложения То есть у вас НДС Вы можете вернуть При нормальной работе Компании И НДС Вот В том числе Ну Для вас Это не такое удорожание Будет Вообще Стоимостью машин Как Обычному участнику Который пришел В автосалон Купить за свои Кровные деньги Автомобили Вот такая ситуация С автомобилями С рынками запчастей По сравнению С предыдущим Периодом Я уже Какой-то динамики Изменений не вижу Цены Они выше Чем раньше Но не сказать Что они были Такие знаете Конечно на разные запчасти Разные цены Но потихонечку Вроде даже Слегка стабилизируется Рынок И появляется Много стало Вменяемых предложений Но опять же Нужно ковыряться Из кучи подделок Если вы там Хотите запчасти Искать По низу рынка Придется вам Ковыряться Из кучи подделок То есть знаете Как в контейнер Залезаете Начинать Это не очень Это не очень А вот это Хотя бы Оригинальная деталь Где-то Цены все-таки Высокие на запчасти На какие-то Именно Номинования И каким-то Моделям Я имею ввиду Где-то Уже более-менее Там Они не снизились До прежних уровней Но стали более Не то что адекватны Хотя бы Ну по крайней мере Вы их можете себе позволить Купить Конечно вы переплачиваете С предыдущими периодами Но в любом случае Машину надо ремонтировать Машина должна ездить Это вот такая ситуация На рынке Автомобилей И запчастей Да В прошлый раз Я говорил Что в принципе Уже неплохо Было рассмотреть Если вы Хотите покупать Что сейчас С рынком делать Я посмотрел Рубль вроде стабилизируется Сейчас Рубль укрепляется Как он будет Сюда дальше вести Очень много факторов Зависит На нашу валюту По идее Если бы Было более-менее Спокойное состояние В течение лета Он чуть-чуть бы укреплялся Но там знаете Какие-то чудес Не ждите Никому сильный рубль И нашему правительству Сильный рубль Не нужен Я думаю Что та ситуация С рублем И его курсы Которые сейчас есть Вполне устраивают Наше руководство И наших Главных финансистов Страны Но рынок Как себя показывает И мы видели Что он может Да Укрепляться Но действительно Я думаю Что до прежних уровней Он сейчас Не вернется И нет Предпосылков К возвращению К прежним курсам Когда мы видели Там цифры 50 рублей За доллар Нет Таких цифр Мы наверное Сейчас не увидим Покупать автомобиль Решать вам Сейчас Каких-то прогнозов Для снижения Если честно Я уже не вижу Если только продавцы Не захотят Опять снижать Свою маржу А это может произойти Только в случае Высокой конкуренции В принципе Вероятность Повышения Высокой конкуренции Она с каждым Разом С каждым месяцем Возрастает Потому что машину Кто-то привозит У нас знаете Как ажиотаж Ооо Здесь получил прибыль И все хотят Именно в это же направление Прыгнуть Окунуться Конкуренция растет Соответственно Чтобы делать обороты Нужно будет Людям снижать цены Пытайтесь Пробуйте Снижать Торговаться Но если раньше Курс рубля Это не позволял Сейчас он вроде Слегка даже укрепился Правда Не сказать Что укрепление Произошло очень сильное И очень на большой диапазон Знаете Прям чтобы так активно Торговаться Но Я думаю Что нам придется Привыкать к этим ценам Которые сейчас есть На рынке Сначала стадия гнева Потом стадия Принятия А потом У нас будет стадия Что да вроде неплохо Вроде недорого Ну как недорого Вроде дорого Ну по идее Надо же машину менять Вот И я боюсь Что мы уже Не увидим Таких цен Как и раньше было То есть мы можем Увидеть их Но Глобальная инфляция Во всем мире Не позволит нам Увидеть таких цен Раньше Плюс Для стабилизации Рынка И чтобы рынок Стал опять официальным Чтобы снизить Многие издержки По привозу По таможне По производству Уже должно пройти Уже несколько лет Даже если Знаете Вот Знаете Мир во всем мире Наступит И все станут Такими Хорошими Адуанчиками Так что нам придется Привыкать Мне кажется К этим ценам Ну посмотрим Дальше проанализируем Что будет с рынком И что делать Покупать автомобиль Либо не покупать Пока До новых встреч Друзья До новых видео И не забыть подписаться А то много пропустишь